Всем приветики, вы на канале ProFashion, меня зовут Натали и здесь все про стилы и тренды. Сегодня я снимаю для вас шоппинг-влог из магазина Zara и Reservor. Смотрите с собой кофеечек, шеечек и покинали смотреть. Приятного просмотра! Мне понравилась коллекция от магазина Reservor, большое количество базовых вещей, а также есть тренды в этом магазине. Конечно же, куда без неактуальных моделей, я вам дальше о них расскажу, но здесь можно собрать базовую капсулу. Также обращайте внимание, как магазины комбинируют вещи между собой, уже можно приобрести полноценный лук. Мне понравилась вот такая вот укороченная трендовая черная рубашка, плюс сочетание с трендовыми цветами. Также вот такая вот юбка, очень круто и стильно смотрится. Конечно, в магазине предоставлены не только тренды и базовые вещи, а также неактуальные модели, с этим будьте осторожны. Также в магазине предоставлен большой выбор аксессуаров, в которые пишутся ваши ежедневные образы. Мне понравился вот такой вот стильный бомбер, он очень круто будет сочетаться и с джинсами, и с классическими брюками. Также вот такие вот лоферы. В магазине предоставлен большой выбор аксессуаров, все модели более классические и утонченные, которые будут сочетаться со всеми вашими лук. Также мне понравился вот такой вот свитерок в стиле кроше, очень нежно и стильно смотрится. Если вам надоели обычные тренджи, присмотритесь к укороченным вариантам, смотрятся стильно и классно. Я заметила вот такой вот темно-синий, насыщенный, классный, красивый трендж, но меня смущают немного пуговицы, они одешевят этот трендж. Также в магазине большое количество обуви, можно выбрать действительно классные модели, вот такие вот казаки, однозначно, да, а вот эти однозначно нет вообще. Не стильно, не красиво, не стоит. Мне понравилась, в принципе, эта дубленка, неплохо смотрится, но я не поняла, почему в зале вывешена дубленка, порисованная ручкой. Это, конечно, вопрос, но в принципе она неплохо смотрится. Также вот такой вот оранжевый свитерок мне понравился, и то, как предлагает нам магазин застилизовать с этой юбкой, будет очень хорошо так смотреться, даже с классическими брюками, либо же джинсами, очень такие даже интересные. Вот эта юбка на самом деле очень классная. Галстуки сейчас в тренде, и можно поэкспериментировать. А это уже я, иду в примерочную, и буду показывать вам образы на себе. Я решила примерить образ, который нам предоставляет магазин, который они сами застилизовали, это обычные темно-синие джинсы, серый лонгслив, но он очень такой нарядный, и в принципе классно смотрится, а также под кожу тренч. И черные ботильоны, кстати, по поводу ботильон, они очень комфортные и стильные на самом деле, классно смотрятся. Мне понравился этот лук, сюда еще добавить черную сумку, и будет так интересненько и стильно смотреться, и его можно на каждый день. Также я решила примерить серый кардиган, мне он понравился, очень комфортный, приятный к телу, но меня немного смущают вот эти вот пуговички, они одешевят этот кардиган. Возможно, если их заменить, будет очень даже стильно и красиво, но в принципе и с ними неплохо, но можно лучше. Также я не могла пройти мимо этого образа, мне понравилась эта юбка, очень такой плотный джинс и темно-синий цвет, насыщенный красиво и стильно смотрится. Также я решила примерить эту рубашку с галстуком, мне показалась она очень такой интересной, но мне не нравится то, что не насыщенный цвет, мне вообще такие цвета приглушенные не сильно идут. И также вот такой вот укороченный тренч, он очень стилевый, под эту юбку, под джинсы, под брюки, круто будет смотреть. Еще выбрала вот такую вот серую юбку и черную трендовую как бы рубашку, укороченную с цветком, очень такой стильный, красивый образ. Мне не понравилось то, что юбка не слишком такая плотная, она очень тоненькая, а также мне не понравилось то, что пуговички вот дешевят эту юбку и присматривайтесь к фурнитуре, она выдает вот именно дешевизну вашего образа, вашей вещи. И вот такой вот цветок, в принципе неплохой, мне кажется очень хорошо так смотрится. Вот так вот он пришит и вот такая вот стоимость этой рубашки. Ну а сейчас, девочки, обзор из магазина Zara. Мне понравился этот обзор, потому что большое количество вещей было представлено. Был также трендовый яркий наш красный цвет. И мне понравилось то, что, конечно, были трендовые вещи, а также можно найти и базовые вещи и собрать тоже здесь актуальную капсулу на осень. Вот такой вот бомбер в белом, черном и темно-синем цвете, очень стилевый и крутой именно на эту осень, также можно его надевать висклой. Вот такие вот темно-синие джинсы, впереди у нас два кармана, широкие, очень круто смотрятся. Также простой базовый свитерок, очень актуален. Также вот такие вот лоферы, очень стильные. Большое количество было предоставлено кожаных изделий на эту осень, а также зиму, это очень актуально. Также мне понравился вот такой вот классический жакет, но он такой немного оверсайз. И вот такой вот полутренч в коже, очень круто смотрится. Также мы можем заметить то, что у нас даже были представлены босоножки в осенней коллекции с цветами, почему бы и нет. Вот такие вот сумки могут разнообразить ваш повседневный образ. Также вот такие вот ботильоны из ткани, очень круто и стильно смотрятся. Вот такое вот серое платье, очень актуально, оно также в длине макси. И имеется разрез, и мне очень понравилось то, что ткань такая не слишком тоненькая. Еще представлены вот такие вот базовые лонгсливы, но я хочу вам посоветовать, приобретайте такие базовые лонгсливы в магазине Интимисими, там качество намного лучше. Вот такой вот леопард выглядит очень дешево и некрасиво. Также было предоставлено большое количество вещей в стиле металлик, это сейчас тренд, и его как раз таки можно найти в Заре. И полупрозрачных тканей тоже было предостаточно. Если вы в поиске казаков, вы можете присмотреться к такой модели, очень стильно смотрятся. Для примерки я выбрала вот такой вот нашумевший свитер, после его примерки у меня на теле было все тело в золоте. В принципе он неплохо смотрится, если понимать куда его надевать и зачем вам это нужно. Вот такие вот джинсы, очень крутые, на высоких девушках будут смотреться очень стильно, либо же под каблук. Также я решила примерить вот это вот серое платье, оно очень красиво ставится по фигуре, под каблук смотрится очень стильно. Даже если сюда добавить обычные черные челси, тоже будет смотреться круто и кожанку, например. Для третьего образа я решила выбрать черный Total Look полностью под кожу. Также мне понравились вот эти вот ботильоны на тонкой шпильке, очень стильные и удобные. Также наверх я надела вот такую вот полутренч, либо же как сделанная под косуху, но скорее всего это как полутренч. И мне понравилось, что все выполнено очень даже качественно, нигде не торчали нитки и все очень аккуратно и красиво. Также мне понравился ботик, он идет с эффектом полупрозрачность. Всем спасибо за просмотры, кто досмотрел это видео до конца. Я надеюсь вам понравился этот шоппинг-влог, пишите пожалуйста в комментариях, что именно вам понравилось, а что возможно вы думаете лучше всего добавить в мои шоппинг-влоги. Мне важна ваша обратная связь, потому что я стараюсь для вас. Еще раз спасибо за просмотр, до новых встреч, новых видео.